на шве когда у каждого своя фотолаборатория в кармане сложно представить каких трудов требовала фотография еще сто с лишним лет назад ну например вот этот аппарат называется fkd форматная камера дорожная считалось что такой компактный удобно взять с собой в дорогу но даже он снимал на такие стеклянные фотопластины и вести с собой приходилось десятки а то и сотни какое уж тут комфортное путешествие по нынешним временам однако именно заезжим то есть не местным фотографом скорее всего сделан один из самых первых снимков барнаула он теперь и самый старый из дошедших до нас вида сибирских городов напечатал столичный книгоиздатель карл рикер здесь барнаул образца 1864 года на переднем плане еще работающий серебро плавильный завод вид с другой стороны на нынешний проспект ленина тогда московский и руины после пожара нет не 917 а 1864 года тогда от огня как видите наш город тоже сильно пострадал кстати в 1860 в барнауле начинают появляться первые фото ателье посещать которые концу 19 века станет обычным делом сохранившиеся фотоснимки дают нам ясно понять что в принципе любая семья даже крестьянское сословие могли себе позволить в какой-то период жизни собраться семьей прийти фото это есть сделать фотографии как в середине 19 века каким-то чудом или там вершиной научно-технического прогресса фотография уже не являлась это уже было вполне себе нормальное рядовое явление нашей жизни большинство снимков того времени как мы бы сейчас сказали студийные однако один из дореволюционных фотографов барнаула сергей борисов все же вышел на улице благодаря ему теперь мы можем увидеть что например здание того же музея город а в то время городской думы до 1916 года выглядело совсем иначе или какой была лютеранская церковь на московском проспекте рядом с нынешним магазином красный и уж совсем не такой как теперь больше века назад был вид с демидовской площади на барнаульскую гору кстати в горы горный алтай на рубеже 19 20 веков тоже впервые отправляется человек с фотоаппаратом чаще всего это ученый например ботаник виктор верещагин организовал экскурсии для гимназистов в том числе чтобы зафиксировать многообразие растительного мира горного алтая эти экскурсии они помогли комплектованию гербария который находится в нашем кривическом музее и в основном в топском университете манжерок проходили чемал допустим водопад корбу туда труднодоступные места шли на лошадях пешком и ходили по месяцу а это уникальные экспонаты стеклянные негативы те снимки которые больше века назад делал своих экспедициях виктор верещагин дочь его нам передала эти негативы по-моему они нигде даже не экспонировали то есть возможно мы впервые возможно мы впервые делаем по старой испытанный годами технология как 100 лет назад контактная печать это когда негатив кладут прямо на фотобумагу крепко прижимая а после засвечивают лампой сначала делаем тест разные фрагменты негатива засвечиваем с интервалом в одну две три секунды и проявляем впервые за последние сто лет это наш отпечаток на секунду времени мы видим что это и по-моему нормально значит теперь можно печатать фотографию целиком одна секунда засветки бумагу в проявитель и постепенно начинает проявляться мгновение остановленная век назад на этих снимках оказались чертова гора в чемале мост через реку каракол водопад корбу на телецком озере дом при теплых ключах в белокурихе но почему снимки двойные и спросите вы это стерео дореволюционное 3d их снимали на такой аппарат с двумя объективами расстояние между которыми примерно такое же как между нашими глазами потом вставляем этот снимок стереоскоп простая штука с двумя линзами на ширины глаз вставляем и рассматриваем и нам представляется этот снимок в объеме в итоге передний фон как бы отделялся от заднего и картинка становилась трехмерной такое впечатляет и сегодня так что не спешите говорить о чем-то простом и примитивном ну это как в прошлом веке и и и и и и